хочу сразу сказать что 95 процентов всех случаев боли в спине и всех радикулопатии лечится консервативно вопросы оперативного вмешательства мы рассматриваем только в самый последний момент когда имеются стойкие болевые симптомы либо какая-то симптоматика которая скажу дальше которая не позволяет ее убрать и она не дает спокойно человеку жить создавая вызывая степень инвалидизации радикулопатии составляют всего лишь от 3 до 5 процентов всех случаев боли в спине но именно эта категория пациентов является наиболее мучающийся наиболее вырастает степень инвалидности эти пациенты очень долго и нудно лечатся где-то примерно в среднем от трех месяцев и до года речь пойдет именно о конкретно радикулопатиях которые проявляются прежде всего стреляющими интенсивными болями в пояснице речь пойдет в принципе в этом докладе только поясничных радикулопатиях с радиацией боли по соответствующему дерматому то есть грубо говоря в нижнюю конечность объективная радикулопатия подтверждается такими объективными симптомами как снижение чувствительности снижение сухожильных рефлексов соответствующих для компримерного корешка и объективно мы можем находить мышечную слабость именно этого корешка но именно этих мышц которые нервируются конкретным корешком радикулопатии лечатся долго они обладают максимально выраженным болевым синдромом из всех вертеброгенных заболеваний которые могут быть у пациента из факторов риска которые имеются у пациентов можно сказать что данная нозология встречается в принципе у 40 пациентов 40 60 лет а затем постепенно снижается болеют одинаково мужчины и женщины однако пик встречается у мужчин 40 50 лет у женщин старше нет связи с массой тела и пола влияет рост роды не влияет как было доказано это может быть встречаться у пациентов которых родственники уже были прооперированы по поводу грыжи диска влияет ходьба влияет неудобная работа неудобное положение риск развития и даже влияет курение как ни странно то есть самым главным морфологическим субстратом радикулопатии является грыжа диска грыжи диска встречается у пациентов довольно таки часто если вы сделаете мрт скрининг пациентов где-то 100 пациентов то в 90 95 процентов мы найдем у всех грыжи протрузии либо какие-то другие экструзии которые в той или иной степени чаще всего себя никак не проявляют и только те пять процентов когда встречается диск радикулярный конфликт проявляется определенной симптоматикой факторы риска я сказал у молодых пациентов очень часто и играют роль генетические факторы такие как мезонхимальная дисплазия и повышенная растяжимость связок в патогенезе данной нозологии большую роль играет не только компрессия корешка до грыжи но и самое главное это местные воспалительные процессы и было доказано в принципе это известно что когда разрывается капсула пульпозное ядро выпадает просвет канала и является для организма антигеном то есть на свой на антиген и вырабатываются свои защитные антитела чем это нам помогает то есть когда запускается воспалительная реакция которая тормозит ускоряет процесс выздоровления возможно такое понятие в медицине как резорбция грыжи то есть чем активнее происходит воспалительный процесс тем быстрее грыжа может уменьшиться в размерах было доказано что девяносто шесть процентов секвестрированный грыж раз уменьшается в размерах в течение года обычные грыжи когда не теряется связь с основанием диска уменьшается в 70 процентах случаев то есть две грыжи из трех обязательном течение года уменьшится в размерах на что как можно ускорить либо изменить эту резорбцию очень важно большую роль играет состав ткани грыжи то есть что выпало в просвет канала да то ли это пульпозное ядро то ли это основные кита структуры гистологически мы можем только это подтвердить узнать однако на практике клинически мы не можем это оценить возраст грыжи чем старее грыжа тем она лечится хуже также по поводу состава ткани грыжи я бы хотел сказать что нам в помощь может помочь именно мрт заключение да то есть чем ярче на т2 мы видим эту грыжу тем больше шансов что она уменьшится в размерах то есть она в последующем обязательно дегидратируются это можно даже если посмотреть на снимках это будет показано как изменение по моде к 1 когда имеются активные воспалительные изменения предшествующая и настоящая фармакотерапия большим бичем наверное сейчас является то что как только у пациента возникла какая-то болевая симптоматика назначают сразу гормоны дипроспан битаспан то есть вся эта группа значительно ингибирует процессы резорбции сопутствующие заболевания да это и сахарный диабет и аутоиммунные заболевания тоже влияют возраст пациента играет большую роль дать то чем человек старше тем хуже у него протекают иммунно иммунные процессы тем медленнее раз уменьшается в размерах грыжа ну и самое главное наверное это терпение врача и пациента когда прежде всего надо знать что обязательно боль пройдет обязательно будет лучше но немного позже также хочу добавить что процессы резорбции сейчас активно изучаются в мире и здесь большую роль играют то что сам грыжа когда попадаю в просвет канала грубо говоря когда фрагменты выпадают в крови бы вырабатывается большое количество определенных факторов такие как допустим фактор альфа фактор некроза опухоли которые запускают соответствующие другие выработку других механизм веществ такие как химокины это факторы нейроангиогенеза и другие которые ускоряют фагоцитоз и ускоряют резорбцию грыжи вот поэтому все механизмы в данном случае очень важны но помимо основных симптоматики которые встречаются при радикулопатиях да такие как я уже рассказал это жгучие интенсивные боли которые встречаются чаще всего в мышцах ниже колена да допустим жгучие пекущие чисто нейропатическая боль после уменьшения про после длительного лечения допустим до в течение кого-то острого периода через некоторое время если вы замечали практике кто работает с данными пациентами характер боли меняется то есть на смену острой и интенсивной боли приходит монотонная ноющая мозжащая боль которая может быть в течение дня она не зависит от времени суток да допустим если это грыжевая боль то на чаще всего ночью эта боль совершенно другая она может быть течение дня она усиливается на фоне эмоций на фоне длительной ходьбы стояния то есть на в этом плане на первое место выходит через определенное время миофасальная боль что такое миофасальная боль и почему она важна да в принципе в 90 процентах случаев при болевых синдромах встречается это она в мышцах образуются так называемые триггеры мышечные уплотнения и они являются дополнительным и даже скорее всего и самостоятельным источником боли при данных нозологиях триггер это всегда плохо он ослабляет мышцу он ухудшает кровообращение лимфообращение амплитуду движения и на фоне выраженного миофасциального болевого синдрома значительно ухудшается самочувствие человека они могут формироваться во многих мышцах чаще всего местах прикрепления и часто локализуются в крупных скелетных мышцах какие причины вызывают образование мышечных триггеров это хронический стресс это однотипные движения это длительное вынужденное положение это иммобилизация после травмы это перегрузки это статическая нагрузка это психологические проблемы это резкий переход человека от покой к активной деятельности без разминки травмы да допустим очень часто они образуются когда пациент после длительного какого-то времени идет спортзал начинает заниматься да он не он себя не подготавливать особенно если допустим он день просидел за своим рабочим столом да допустим встал и пошел обязательно триггеры сформируются триггерная точка это нет просто неприятно в ней изменяется обмен веществ это ведет к ишемии мышц и закислению среды нарушения микроциркуляции в капиллярах и в определенной степени это является сигналом преждевременному старению триггеры бывают активные и скрытые то есть данный момент триггер может находиться но он не вызывает дискомфорт и обнаруживается только при пальпаторном обследовании такие точки или такие триггеры как называет один из исследователей симонс и тревел является мышечными тисками которые могут выстрелить любой момент в самый чаще всего неподходящий после переохлаждения физнагрузки и хронические боли которые могут возникать в этих триггерах имеют самый разнообразный характер о чем я уже говорил характер боли может меняться в течение дня и связан со многими факторами о которых было сказано выше и вот такая интересная таблица это моя мое наблюдение исследовая на приеме пациентов с радикулопатиями я заметил такую интересную особенность я их разделил на три большие группы до первая группа это были радикулопатии острые в принципе продолжительностью до месяца эти боли эти пациенты характеризовались интенсивной болью которая плохо купировалась которые прошли уже ни одного врача и не всегда были довольны своим результатом вторая группа это те пациенты у которых уже были радикулопатии и в данный момент у них не было фаза обострения то есть это привычные боли которые пациент знал если допустим они появлялись он понимал что дайте врачу лечиться и не затягивать и третья группа пациентов это та группа которая у которой характер боли менялся я думаю каждый из вас видел на своем приеме таких пациентов которые приходили принося на на прием допустим снимок мрт 2-3 летней давности до когда-то была грыжа до была острая боль но сейчас боль стала совершенно другой о чем я уже говорю ну не один раз поэтому это третья группа и вот чем отличались эти группы обратите внимание в первой группе а стоп побежал в первой группе формирование триггеров было незначительно чаще всего это икроножная мышца это средняя годично это грушевидно и в некоторых это всего лишь процентах до случаев из всех обследованных пациентов и в даже в некоторых их вообще не было вторая группа которая характеризовалась более продолжительным более продолжительным временем в них образовались триггеры уже не только в мышцах которые иннервируются данным корешком но и в других и третья группа это те пациенты у которых на электронейромиографии были проявления резидуальной радикулопатии но той интенсивной боли которая была допустим ниже колена да допустим или усиливалась ночью нет то есть в данном случае триггеры находились в двух в трех а то и больше зонах иннервации корешков которые могли быть выше и даже другой локализации допустим плечо трапециевидная мышца и другие то есть те зоны которые абсолютно не связаны с иннервация данного корешка и вот интересная особенность триггеры формировались в течение месяца у пациента в острой радикулопатии довольно таки быстро чем это было связано прежде всего учитывая то что одним из симптомов одним из симптомов острой радикулопатии любой радикулопатии является мышечная слабость инновированных мышц то есть мышца гипотоничная она статична она недополучает нагрузку в ней формируются триггеры пациенты второй группы их уже было больше ну а треть это самое максимально и скорее всего самой радикулопатии ли того обострения которое было чаще до этого абсолютно ну как сказать интересно это были другие пациенты привычные которые мучаются это болью уже не один год они ее хорошо знают и они четко говорят что это не та боль которая была раньше и так хочу немного пройтись по мышцам и показать насколько триггеры могут имитировать симптомы радикулопатии или даже дополнять тем самым усугубляя течение самого заболевания и зоны могут быть абсолютно не связаны посмотрите на икроножную мышцу да триггер в медиальной головке икроножная мышца да вот это это один допустим очень может показывать радикулопатию с 1 да и более по задней поверхности бедра и уходит в пятку у меня была такая пациентка которая долго мучилась болью в пятке именно обкалывание медиальной головки икроножной мышцы убрала боль в пятке это могут быть боли в подколенной зоне это могут быть боли в латеральной головке икроножной мышцы и в принципе боль может быть либо отраженная либо оставаться локально в той точке где находится триггер и одним из факторов таких интересных да что именно с триггер в икроножных мышцах является частой причиной ночных судорог которые беспокоят пациента это не обязательно должна должна быть гипомагниемия гипокальцемия гипокалиемия еще какие-то морфологические лабораторные нарушения и электролитов то есть это банальный триггер который давал отраженную боль и мог быть пациентом течение всей жизни переходя из активного состояния грубо говоря в стадию ремиссии вторая по частоте встречаемости мышц которых часто находились триггеры это средняя ягодичная мышца и еще называют мышца люмбага да почему потому что отраженные боли от этих триггеров часто идут в поясницу мы лечим остеохондроз спондилоартрозы еще все остальное но триггеры находятся в совершенно других местах и я думаю вы часто встречали пальпируя пациента именно эту локализацию триггеров боли возникают при ходьбе в положении лежа на спине или пораженной стороне боли при сидении в кресле согнувшись то есть обратите внимание что боли в триггерах ягодичных могут тоже отдавать по задней поверхности бедра имитируя картину люмбая шалги или фасеточного синдрома который также проявляется тоническим напряжением мышц в принципе все принципе радикулопатии поражение корешковый 5 с 1 всегда идут с вовлечением разгибатели бедра поэтому понять то ли это радикулопатия то ли это триггер в средней ягодичной мышце позволит только пальпация данных мышц грушевидная мышца да тоже довольно таки интересная она дает отраженную боль по задней поверхности бедра она дает боль в пояснице в ягодице она может отдавать в область забедренного сустава а также прямой кишке во время дефекации и боль всегда усиливается при сидении вставании из положений сидя или положение стоя обратите внимание большая ягодичная мышца да она крупная массивно и триггеры могут находиться совершенно другом месте то есть это чаще всего ягодичные складки либо боль в области кресопа вдошенного сочленения дискомфорт и боль при длительном пребывании в положении сидя и боль это усиливается при подъеме в гору с наклоном туловища вверх передняя большеберцовая мышца да обратите внимание она триггер в этой мышцы может спокойно имитировать радикулопатию l5 которая боль всегда отражается по передней наружной поверхности бедра и доходит до первого пальца боль может быть в области лодыжки может быть функциональная слабость тыльного сгибания во время ходьбы и обязательно болезненная подвижность и слабость были на стопном суставе напрягатель широкой фасции бедра обратите внимание да тоже может давать отраженную боль по передней поверхности бедра по наружной боль распространяется доходит до уровня колена и пациенты не могут лежать на этой стороне чаще всего потому что компрессия триггера у них вызывает отраженную боль и эта боль в принципе не имеет никакого отношения грыжи диска или какой-то другой вертеброгенной симптоматики проблеме даже длинный разгибатель пальцев стопы большого пальца обратите внимание чаще всего это медиальная поверхность голени характеризуется персистирующей болью по тыльной поверхности стопы тоже чаю могут быть ночные судороги в длинных разгибателях пальцев и шлепание стопы во время ходьбы когда возникает компрессия глубокого малоберцового нерва также сама боль отдает и может имитировать радикулопатию l5 мало ягодичная мышца до обратите внимание да насколько она может тоже давать клинику люмбоэшелгии или мы называем псевдоэшелгии то есть отраженные боли могут даже спускаться до голеностопного сустава двуглавая мышца бедра я думаю все видели этих пациентов с симптомом ла сега да когда пациент не может поднять ногу у него являно есть тоническое напряжением разгибатели бедра и пальпаторно обследовав эту группу мышц мы тоже чаще всего находим наличие этих триггеров полусухожильных полуперепончатых и часто в латеральной головке двуглавой мышцы бедра в положении сидя боли в ягодице верхних отделах бедра и по задней поверхности колена боль возникает при вставании с кресла особенно после длительного сидения со скрещенными ногами почему я так долго показывал вам эти триггеры и рассказывал эту боль до научившись пальпировать эти триггеры и вызывая у пациентов отраженную боль которая паттерны которые были нарисованы на картинках вы можете спокойно добиться того что устранив триггер если допустим он не особо старый дониме гелезный старый триггер то обколов этот триггер и либо допустим методом сухой глыб просто его проткнув вы можете убрать многолетние боли которые встречаются у данных пациентов и в принципе это достигается довольно таки эффектно главное знать эти триггеры главное знать глубину введение и главное знать направлении волокон мышц потому что да это анестетики потом расскажу дальше это анестетик это лидокаин допустим это можно добавлять диксометазон но в принципе как пишут симы центраевл и по своей практике достаточно обычного лидокаина по поводу операции синдром оперированного позвоночника да стоит вопрос в нашем докладе оперировали мы таких пациентов и нет что является критерием для операции критерием операции является выраженный интенсивный болевой синдром который сопровождается более трех месяцев не поддающийся лечению и самое главное главным абсолютным критерием для оперативного вмешательства является синдром конского хвоста который проявляется двухсторонним билатеральным порезом стоп с сенсорными расстройствами и нарушением функций тазовых органов вот это является абсолютным показанием все остальное можно лечить до долго до требуется время медикаменты терпения но тем не менее это все хорошо поддается лечением и как было доказано 95 процентов случаев в течение года при естественной резорбции при естественно течение благоприятной течение радикулопатии хорошо поддается лечение обратите внимание это снимок пациента которого прооперировали поделились коллеги из нашей больницы вот обратите внимание на двух смежных дисков явление спондилодисцита то есть воспаление помимо этого тут хорошо видно обратите внимание и вот грыжа как-то светится он сейчас вот грыжа вот два пораженных воспалительных позвонка это состояние после операции и помимо это ну вот еще здесь тоже видно и помимо этого произошла дислокация кейджа на уровне l5 s1 и тут не особо видно вот картинка показана и произошло грубое смещение дуральной воронки то есть произошла повторная компрессия корешка то есть в принципе здесь такой микс появился всех возможных вариантов которые могли бы быть у пациента да то есть там много проявлений этого синдрома оперированного позвоночника но тем не менее здесь собрались ну всевозможные и теперь давайте поговорим немного о лечении прежде всего пациенту надо объяснять что боль пройдет на все надо время и на данный момент выходит прежде всего поведенческая когнитивно-поведенческая терапия что на себя включает такие основные параметры как постепенная физическая активация что это значит чаще всего пациенты привыкли уходить себя они долго лежат они ждут пока им станет легче но как раз горизонтальное положение никак не влияет на реабилитацию на процесс выздоровления поэтому очень важно при разговоре с пациентом узнать как долго он находит как долго он находится в постели сколько времени это занимает и если допустим вы знаете что он там 23 часа в сутки лежит не может вставать то даже вертикализация на 15 20 минут каждый час с постепенным увеличением этого промежутка даст благоприятные варианты благоприятный исход для ликвидации боли и чаще всего это ликвидации хронической боли уменьшение внешнего положительного подкрепления их болевого поведения здесь уже касается родственников потому что родственники также самоактивно берут на себя ответственность берут на себя работу и говорят пациенту чтобы он там полежал отдохнул и сам не вовлекался в процесс самообслуживания это тоже грубая ошибка поэтому часто такая ситуация бывает интересно что когда пациент попадают стационар где родственников нет то процесс выздоровления происходит быстрее снижение зависимости от аналогетической терапии здесь пациента нужно научить что прием препаратов по времени намного важнее чем прием препарата по требованию то есть только тогда когда он будет соблюдать строго временные рамки мы можем разорвать этот порочный круг ну и четвертое четвертое это обучение пациентов навыкам самоконтроля пациент должен понимать что после выздоровления у него раскрываются перспективы он может вернуться в спорт вернулся к труду вернулся еще каким-то тем мотивационным фактором которые заставляли его жить поэтому если он понимает что жизнь не заканчивается после всего этого то в принципе и это значительно ускоряет процесс реабилитации по поводу медикаментозной терапии хочется сказать да какие препараты назначаются при радикулопотех это антиконвульсанты это миорелаксанты это антидепрессанты нейролептики антиаритмики местные анестетики это не медикаментозная терапия здесь уже на помощь приходит консультация физиотерапевта и самое одним из таких важных как я считаю это устранение миофасциальных триггеров вы зададите вопрос почему в этом списке нет нестероидных противовоспалительных препаратов с позиции доказательной медицины при дискорадикулярном конфликте назначение нестероидных противовоспалительных препаратов неэффективно я думаю вы сами замечали что назначение банальных этих препаратов никакого эффекта не приводило либо она была кратковременным потому что связано с тем что у пациента имелось мышечный спазм или какая-то сам в совокупности другая не специфическая боль но тем не менее диклофенак не все остальные значительного результата не приводили поэтому и опять же да такой интересный момент учитывая то что все эти препараты тормозят выра формирование выработку цикла оксигеназы 2 которая является основными метаболитом для формирования противовоспалительных ферментов то скорее всего назначение именно противовоспалительной терапии в том числе и гормонов в острый период будет тормозить процесс резорбции да сейчас многие этим вопросом занимаются и в принципе есть исследования которые показывают что использование глюкокортикостероидов первое время допустим во время обострения значительно тормозит процесс резорбции грыжи по поводу антиконвульсантов здесь выходит на первый план такие препараты как пригаболины габапентины и они имеют свою свои особенности почему пригаболины я в своей практике использую только пригаболины потому что мне нравится их особенность пригаболины практически сразу всасываются они всасывание происходит на протяжении всего тонкого кишечника максимальная концентрация наступает в течение часа и длится в три раза быстрее достигается чем у габапентина абсорбция происходит без формирования пиков насыщения и имеет линейный характер и биодоступность пригаболинов составляет 90 процентов и не зависит от дозы от увеличения дозы поэтому мы начинаем как обычно со 150 миллиграмм в сутки и постепенно титруем до эффективной какие препараты еще используются миорелаксанты с позиции доказательной медицины они тоже не доказали свою эффективность потому что нету патогенетического механизма но учитывая что все радикулопатии сопровождаются мышечным спазмом этим и как бы объясняется их положительный эффект антидепрессанты они прежде всего характерны применяются при хронических радикулопатиях при хроническом болевом синдроме и здесь выбор довольно таки большой да это и ингибиторы обратного захвата адреналина и захвата серотонина и трициклические антидепрессанты и обратимые ингибиторы мао и их остальные и свои практики я скажу что я чаще всего использую долоксетин и венлофоксин это та группа которая зарекомендовала себя максимально именно для устранения хронического болевого синдрома нейролептики антиритмики но здесь ледокаин местная остальные да не медикаментозная терапия через кожная электронная ростимуляция физиотерапия релаксация методы биологической обратной связи лазеротерапия которая способствует ускорению процесса нейроангиогенеза все это может тоже ускорять процесс резорбцы ну и устранение триггера о чем я уже говорил найдите триггер проколите его методом сухой иглы либо обкалите его ледокаином там чем хотите любым анестетикам то есть если триггера нет то нет дополнительных болей в мышцах ну и хочу все таки вернуться к эпидуральным блокадам потому что из своих профс и своей практике скажу что я их использую и без них иногда обойтись нельзя в острый период когда в острую радикулопатии в острый период когда боль максимально выражена я стараюсь справляться вот по той схеме по которой я рассказал когда я лично я использую эпидуральные блокады когда боль выраженная длится в течение более месяца и у пациента клинически и по данным мрт имеются признаки стеноза то есть стеноз значительно усугубляет течение радикулопатии какие абсолютные противопоказания есть проведение эпидуральных блокад это местные системные инфекции нарушение свертывания крови это аллергические реакции на препараты это тяжелое состояние пациента это психические заболевания это грыжа больших размеров либо секвестрация к относительным показаниям можно отнести внутреннее черепное давление высокое с симптомами отека мозга сердечно-сосудистая недостаточность сахарный диабет язвенная болезнь и значительное искривление позвоночника какие препараты могут использоваться для проведения эпидуральных блокад да это и метилпринезалон и антреамциналон бетаметазон дексаметазон и обратите внимание они все отличаются по размерам частиц и способности к агрегации получается самым дексаметазон у него самые маленькие частицы и он меньше всех может агрегировать нет достоверных различий в эффективности эпидурального введения 80 или 40 миллиграмм метилпринезалона при уменьшении частоты побочных эффектов на фоне применения более низких доз поэтому чем ниже доза в принципе максимально эффективная то эффект достигается одинаковый для уменьшения частоты это другая работа другого ученого что для уменьшения частоты побочных эффектов рекомендуется ограничить применение глюкокортикостероидов до одного трех введения в разовой дозе эквивалентной 80 миллиграмм метилпринезалона и назначать препараты с наименьшим размером частиц и низкой склонностью к агрегации для купирования болевого синдрома я использую дексаметазон почему по как раз основываясь на вот эти данные то что нет способности к агрегации и нету и маленькие частицы если допустим вы видели дипроспан да то там частицы крупные они могут агреги агрегат агрегировать и и как бы сам длительный глюкокортикостероиды они будут сопровождаться более длительно более максимально выраженным системным действиями этих препаратов поэтому если использовать все все каноны о которых я рассказал да назначение препаратов устранение триггеров физиотерапия когнитивно психолог когнитивная психотерапия то принципе это все позволит уменьшить сроки лечения уменьшить пребывание пациента в больнице и убрать болевой синдром который по некоторым данным в принципе я могу даже свой данный сказать может наблюдаться при неблагоприятном течение радикулопатии от 6 до 9 месяцев поэтому чем раньше мы уберем эту боль тем быстрее пациент вернется к жизни и тем больше он будет вам благодарен спасибо у меня все если есть вопросы я отвечу спасибо за просмотр!